друзья всем доброе доброе добрейшее утро всех с праздником у вас наступила пасха уже воскресенье именно воскресенье выходит это видео вот но у меня то суббота еще как бы настроение скажем так предпраздничная поэтому я с отличным настроением прямо сейчас такую рань двигаюсь к стоматологу всем желаю отличного дня хорошего дня замечательного ну не забывайте что пока я иду пока мне будут лечить зубы у вас есть чудесная возможность подписаться также оставить комментарий для меня это очень важно и не забывайте что у меня есть телеграм-канал и если вы хотите со мной общаться немного ближе то обязательно туда заглядывайте друзья ну что как говорится вперед новым приключениям друзья себя после стоматолога мне исправляли то что тогда не получилось сделать нормально чувствительные зубы я просто не могу не остановиться эту плитку кладут и как раз позвонил как сказать ну скажем так позвонил мастер и сказал что я возьмусь который посмотрел нормально четко сказал я возьмусь сделаю и все будет хорошо вот которым скажу что я уверен по крайней мере так как он посмотрел так как он сказал я думаю что все действительно получится как-то так как-то так надеюсь что действительно все сложится то уже прям что честно говоря не смешно с этой плиткой начали да я уже начинал видео посмотрите я кстати помадка на я думал он не будет прилипать это уклёс на видео не знаю первый раз ты готовила мне нравится красивая пышная но липкая да она будет к даже даже подлипать скорее всего кулич и вот коробочки да смотрите вот еще куличи раскрываю можно раскрывать тайну да все хорошо у тебя там короче говоря юля нашла канал сбыта куличей в прошлом году у тренера тренера хотел сказать у нашего тренера но уже не у нашего потому что только юля у нее занимается она попробовала пасху говорит юля это очень вкусно я найду тебе клиентов и в этом году как раз две подружки с которыми юля ходит в зал они заказали у юли куличи вот я думаю можно стоимость называть даже не секрет друзья смотрите это вообще абсолютно не секрет это так ну что называется проба пера у юли потому что она часть продает часть она дает дарит девчонкам вот 600 рублей стоит один кулич вот такой и при этом он с шоколадом внутри вообще ну его себе стоимость выше до чем я посчитала да потому что в этом году больше шоколада залили вот я вообще коробки эти даже не ушла да и так поэтому ну вот так вот если честно взять по продуктам в магазинах продается это грамм 500 по-моему 550 рублей они ну в том же чау 500 рублей а чуть-чуть побольше чем этот по-моему 750 ну я не знаю какой в чау я думаю это не самый вкусный я думаю что там явно не столько масла ну и да если честно то тут столько труда заложено столько всего что ну смотрите вот реальная себестоимость кулича мне кажется ну минимум 300 рублей по продуктам плюс вот это при минимуме шоколад дорожает мне кажется себе продавать то наверное за тысячу наверное ну может 900 да нет честно говорю я бы даже дороже продавал честно или если бы у меня взяли бы много заказов ну например если честно оно поднадоедает и самому печь столько не я бы если бы большой объем да я бы согласился за тысячу рублей вы продавать смотрите стоимость продуктов ну минимум как я сказал 300 рублей мне кажется на самом деле дороже просто юля точную калькуляцию не делала вот кроме того вот банально даже упаковка вот одна коробочка стоит 80 рублей коробочка плюс там фити флюшечка 600 граммов да плюс кроме коробочки вот идет бантик идет вот это вот это ну то есть вы понимаете что грубо говоря там 400 рублей но это вот минимум себестоимость это я не считаю даже электричество ничего не считаю а продается кулич за 600 рублей при этом потратить необходимо было юли на изготовление вот этой партии куличи в 6 штук необходимо было 5 часов только представьте себе ну да да это как бы такое дело вот в общем вы поняли что ну или по сути по себестоимости продала вот как продала там часть продала часть я же говорю просто по-другому дает вот как то так ну да не собиралась прям зарабатывать деньги но я вот честно говоря глядя на все эти труды прямо на самом деле в пару человек если будете станет все это легко сделать ну там три человека все это реально вообще но не проблемно даже вот если тестомес все промышленно сделать все будет оборудование вот но я вот глядя на все эти труды но я принципе сам там старался прям так и хотела сказать давай лучше сам куплю и и сам схем друзья или украшает старается посмотреть какие красавцы у нас получились действительно с каким подтеком и она такое да видите чуть-чуть раз подлипает так ты шо красота друзья пасочки это здорово но мы решили поесть сейчас будем бабушку забирать и в честь праздника мы везем ее в поселок вот но заехали в плов-центр посмотрите какой красивый у меня лагман огромнейший татарский салат у юли и конечно же традиционно плов ты тоже брал до брал будет обязательно и у меня и на моей улице праздник в общем приятного всем аппетита приехали нашей дружной компанией сторону поселков кофе йочек сейчас бабах ним юля говорит давай пасочку есть я говорю да куда есть то посмотрите видите вот в тазике привезли для родственников для родных близких пасочки конечно украшать надо да а сегодня рабочий день да давай попробуем по это самое по двору просто понятно пожалуйста на здоровье хорошо хорошо юли потом скажите главное чтобы она не забыла сейчас она придет она за продуктами пошла процессе пошел вчера я ел серединки сегодня бабушка есть серединки друзья кто не посмотрел вчерашнее видео юля продолжает делать пасхи на тарелку на тарелку на тарелку вот на тарелку нет это не мусор вот сюда кидайте на тарелку да 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 сейчас еще дадим лучше не надо это не это надо все равно достать это не вам не переживайте это всем это на еду и специально выбирали да да я предложил их поесть то наверное не знаю насыпайте насыпайте да пробуйте это юля сама пекла вчера вкусно невкусно да да невкусно я знаю бабушки торт понравился видишь она тортом называет как это называется я не вижу а вот это как называется вот это торт торт и торт кулич это ж пасха пасха же завтра пасха праздник пасха это ж творожное да а кулич вот он не знаю как правильно я всегда раньше пасха называл пасха пасхо 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 это творожное не нормально 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 вот у меня нормальная нога не синие так думаю сколько лет еще одна наверно то делай максимально совсем хватило потом уже не делать мне кажется сейчас просто происходит какая-то мечта любого ребенка горячий шоколад делается друзья горячий который потом остынет будет вкуснейшим добавил обычного молока чуть и прям резко такое жидкое стало да я реально все испортил но и вообще рекомендации это добавил я же сказал добавь чуть-чуть молока я чуть-чуть добавил молока как тебе консистенция мне кажется жидковатая да он еще и это самое мне до конца еще расставил он комочек еще не до конца расставил надо значит сжигать конечно комочек сейчас значит все будет отлично и раз женская рука прикоснулась к этой чаши значит чаша будет просто будет еще до шоколаде то можно добавить для вкуса я вот говорю или ложка глине удобно долго очень я бы половником наполнял она мне не видит ничего страшного потом подрихтую добавим по маске все 5 ложек получился 5 ложек а не слипнется от 5 ложек шоколада да в пасочке да не не слипнется мне вот интересно хватит вот этого на все не хватит да видимо по 5 и по сколько по 2 не знаю по 3 по 3 точно да мне вообще кажется что отверстия это плюс-минус одинаковые несмотря на то что пасочки то разные ну да 4 да конечно поэтому у кого будут маленькие пасочки у тех будет больше шоколада чем тесто бонус такой видите ты снимаешь и все хана хана в окопоре да если бы не снимал такого бы не было да да растворить еще в этом кого в сливках чуть-чуть что-то хватило так оно тепло может не разогревать что да где-то я уже вчера видел вот это как Юля как Юля вот этим вот занимается дельцем где-то я вот это вот вчера наблюдал где-то я вчера наблюдал в посуде профессиональный миксер тот же я думал вчера сгорит сегодня думал тоже точно сгорит не не сгорел повезло побольше желатина повезло по миксеру давайте бешеный вам не будешь покупать а новый я не буду покупать бешеный вот рассказываю историю про мой зуб не вот так давайте Юля будет красить пасочки параллельные яйца вон и сварятся рассказываю историю про зуб я сегодня пришел к стоматологу дело в том что у меня оставалась чувствительность зуба которая она сделала вот она мне говорит в прошлый раз если останется еще она то приди обязательно я сказал хорошо я думал что у меня даже сегодня будет бесплатный прием поскольку все-таки она же мне лечила кари значит там как бы недостаточно пломбы или что-то такое ничего подобного прием был платный вот я отдал тысячу рублей правда всего лишь но тем не менее она мне помазала чем-то вот как Юля пасочку примерно да и отпустила домой говорит Никита все все ты молодец хватит если вдруг мне это не поможет то придется как же это слово такое замудренное какое-то научное ну вообще удалить нерв это означает я вот забыл честно как-то она так сказала я говорю нерв удалить что ли получается говорит да я думаю классно короче это лечила зуб 10000 10 тысяч за пять ну грубо говоря 5000 да получается еще один что лечил то что первый прием 10 000 заплатил 2 зубы да сделал Ну, короче, грубо говоря, у меня вышло два приема, это три зуба, грубо говоря, 15 тысяч, вот один зуб, получается, стал чувствительный, еще тысячу доплатил, а если что, то надо будет удалять нерв, то есть, грубо говоря, еще десяточку на него надо будет потратить. В общем, я думаю, может, еще кому-то сходить, ну, если у тебя будет это. Да не, если честно, я бы не делал этого уже. Да не, просто тоже надо, может, она там что-то на это и такая типа. Так это другой врач тоже скажет, да, что она это сделала не так. Так, а так уже она мне точно сделает хорошо и все. Ну, честно говоря, напишите в комментариях, как действительно поступать в таких ситуациях. У меня просто было, как, один раз врач, я обычно к зубным врачам прихожу, к стоматологам и говорю, мне лишнего не делайте? Вот если видите действительно, что надо, то да. Нет, нет, прихожу, хорошая клиника, все. Она мне просто ничего не увидела. Тут же в соседний кабинет прихожу, вот, да, я просто думал исправить немного улыбку. У меня была такая вот идея небольшая. Вот он говорит, так у тебя же кариес. Я говорю, так я же только что, вот, секунду назад был у врача, и она мне порекомендовала к вам прийти. И вы увидели, а она не увидела. В итоге я этот кариес начал лечить через пару месяцев, и уже пришлось удалять нерв. Вот, в чём фишка. Короче, я не люблю метаться между врачами, но это мне, как бы, последние, ну, крайние врачи нравятся. Кажется, хорошее, да. Я поздравляю, к тому врачу ходила по лет 10. Да, видишь, и поменяла врача в итоге. В общем, подскажите, как действовать, если вообще есть рецепт надёжный в данной ситуации. Сейчас много очень частных клиник, именно, ну, стильных. Ты говоришь, заходишь, хорошая клиника, они все хорошие. Ремонт, оборудование, там всё стильное, дизайнерский интерьер. Да. А врач может быть? Не, ну, хорошее, то, что ты мне даже говорила, оно хорошее. Потому что Юля ходила к этому врачу много-много лет. Я пока так покрываю, а потом остатками, да, покрываю. Я тебя понял. Ну, а не хватит, нормально тут глазури. Да, в этот раз такая, надеюсь, более желатиновая будет. Если вчера 10 граммов желатина было, а сегодня уже 15. Посмотрим в итоге, как получится. Столько хороших комментариев. Ты читала, Юля, комментарии, нет? Нет, я видео не нажимала. Вот. Потому что сегодня, по сути... Я еле глаза открыла. Да, Юля проснулась, как раз я уже пришёл домой, Юля проснулась. Ну, как, не сбила, просто легла на 2 часа позже. Да. И в 2 ночи. Всё, это время было. Кстати, с Юлей в этом году раньше начали просыпаться. У меня любимое время вообще пробуждения – это 10 утра. Я люблю ложиться в 2 часа ночи, в 10 утра просыпаться. Вот. Но как-то мы в этом году так умудрились сделать, что... У нас режим после бали. После бали, да. Он перестроился так, что я где-то в 12 ложусь, и в 9 я просыпаюсь. Да, обычно? Да. Вот, Юля пораньше просыпается. Будет мне обычно. Сегодня ночью Юля пойдёт в храм с мамой. А ты не пойдёшь? Ну, я не хочу, честно говоря. Ну, чё? Не знаю. Мы не на всю службу, мы же осветили. Да, в 3 ночи у нас будет, да. Кроме тут. Да, я знаю. Тут до храм идти через дорогу. Да, храм вообще, честно говоря. И человек вот. 30 метров. Но я много лет ходил, ходил, в том году я не пошёл. И что-то, не знаю, вот всё, традиция прервалась. Так сходил бы. Так всё, традиция прервалась. Так возобнови. Как я её возобновлю, если она прервалась? Пока я вот уже стою, мне уже спать хочется. Думаю, в 3 ночи вот это просыпаться, идти. Да, пойти осветить. Чего такого? Так я думаю, всё равно проснусь, и всё, освещенное уже будет. А так вот это в 3 ночи сходил в храм. Потом как это? Разговеться, да? Или как? Да, разговеться, да. Разговеться надо. Ну, в общем. Кулич, яйцо. Да. И пописюрику. Раз, и всё. Когору пьют. Когорчику. Хоп. И спадки. Некоторые подписчики вообще понять не могут, как у нас так локации меняются. Говорит, где вы вообще живёте? И я тоже не знаю, где мы вообще живём. Но сейчас мы находимся в посёлке Солнечногорска, друзья. Вот именно здесь мы и будем на Пасху. Да. Юля занимается финальными делами, скажем так, украшением уже пасочек. Поэтому, друзья, совсем скоро. Ну, у вас уже наступил, поскольку, как я уже говорил в самом-самом начале видео, выходит это видео в воскресенье. Поэтому всех, конечно же, поздравляю с праздником. Но у нас он наступит совсем скоро. Вот совсем скоро. Как вы понимаете, уже вечер. Соответственно, в храмах начнётся служба уже ближе к 12 ночи. У нас вот в 3, например, утра ожидается освещение куличей, яиц. И можно, например, поехать вот здесь, да, в Солнечногорск, в Малореченском храм-маяк там тоже обязательно освещается, в Рыбачьем. То есть сейчас, на самом деле, очень много, где можно это сделать. Вот я помню, в моём детстве, это были 90-е годы, единственная церковь была в Алуште. Вот и всё. Сейчас, видите, слава богу, везде это есть. Я считаю, это правильно. Так должно быть. Вот. Всем, друзья, счастья, здоровья, всех с праздником, но самое главное, всем мира. Всё, друзья, пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok